Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Танцевали, никакого предположения мы не знали Конечно, может начальство и знало, но мы ничего не знали И вдруг в 4 часа утра 22 июня полетели пули, полетели снаряды, осколки и мы не знали куда бежать и что это такое Оказывается, началась Вторая мировая война Напала на нас Гитлер, Германия Вот внезапно, молниеносно Слышали ли вы речь Молотова 22 июня? Да, слыхала, он объявил нам по радио, что началась война Я жила на частной квартире и пошли с хозяйкой в баню Уже собрались с силами, что в чем дело, что такое Люди говорят, война Мы в баню Мы в эту баню не пошли, потому что вернулись домой Все в слезах Война началась, мы ж не знали, что это такое Вот И все были в шоке Вот Расскажите нам, пожалуйста, как вы были призваны в действующую армию? В действующую армию? Нам когда объявили, что по радио, что война началась Нас объявили по радио, что явиться всем на рабочие места Что мы сделали? Явились все на рабочие места И нас тут звонки были по телефону с военкомата Медработники явиться в военкомат Мы явились, нам дали 40 минут срок Собраться, иметь при себе кружку, ложку и сменную одежку Что мы сделали? И все, и пошли мы на фронт В каких сражениях вам пришлось принимать участие? Да все время, всю войну Мы раненых спасали Помимо всего, что мы помогали им всячески Работы было очень много И помимо всего, мы еще спасали их В критический момент У нас в госпитале было две девчонки В которых была первая группа крови И как только тяжело больной Уже, можно сказать так, безнадежный К нам бегут и давайте Мы ложились беспрекословно И сдавали им кровь Сколько могли? 200, 200 грамм, 100 грамм, 100 грамм Это было все время, всю войну Как вы считаете, что для фронтовиков было источником мужества? Как, как? Что для фронтовиков было источником мужества? Было для фронтовиков стойкость мужества Самоотверженность к труду И защищать нашу родину Потому что немец напал на нас внезапно И мы должны были спасать нашу родину То есть Белоруссию, Россию Все нации были сплоченные Вот в госпитале лежали раненые Разные нации И у нас не было различия Что или он узбек, или таджик Или еврей, или русский Украина, Белорус Мы относились всегда Одинаково ко всем С душой, с любовью Чтобы ему помочь Как воспринималось в начале войны То, что Красной Армии пришлось отступать? Я думаю так Красной Армии пришлось отступать Почему? Потому что мы были, во-первых, не готовы К войне Был заключен договор На 10, на 20 лет Я уже сейчас не помню О ненападении Германии С Советским Союзом И это выполнялось А они взяли и на нас внезапно напали Вот И расскажите, пожалуйста, про битву за Москву Что вы знаете? Что вы думаете? Как, как? Про битву за Москву расскажите, пожалуйста Наш госпиталь стоял недалеко от Можайска Было сильное наступление Работы было очень много Бои были сильные Жесточенные И немец, конечно, рвался Чтобы сделать парад 7 ноября На площади Красной А наши все отбивались Но Благодаря тому, что прислали Войска из Сибири Запасные И был немец Отброшен От Москвы Он почти дошел до Можайска Где мы участвовали в этих боях? Расскажите о своих командирах Кто из них вам, может быть, больше всего запомнился? Как, как? Я же не слышу на этом уху, дочка Расскажите, пожалуйста, про своих командиров Может быть, кто-то вам запомнился? О своих командиров Мне запомнился ведущий хирург госпиталя Хлеб Иванович Он сам сибиряк Вернее, с Урала Он был добрый человек Молодой еще Была заведующей отделением Анна Николаевна Пучкова Она сама с Ленинграда Очень хорошие врачи А из командования был Начальник уже позабывала фамилии их Так вот помню Вот, о фамилии позабывала Вот, Глеб Ивановича хорошо помню И Анну Николаевну хорошо помню Врачи очень хорошие были Замполит был у нас в госпитале Партии эти Комсомольские Капитан был по комсомолу Я же комсомолка была Вот Вот что я могу сказать А этих остальных фамилии позабывала На фронте часто складывалось тяжелое положение Как удавалось не падать духом Поддерживать воинскую дисциплину Как вы считаете? Воинскую дисциплину поддерживали мы все Мы на каждый зов Как нам прикажут Шли Как говорят в огонь и в воду Что нам сказали мы выполняли Беспредкословно Вот Что я могу сказать В этом поводу Как вы считаете Какую роль в развитии событий Сыграл приказ наркома обороны Номер 227 Ни шагу назад Как, как, как Какую роль в развитии событий Сыграл приказ наркома обороны Номер 227 Ни шагу назад А это в 42-м году было Да Да, в 42-м году Потому что Были такие случаи Что наши Уходи из фронта Вот поэтому Командование Приняло решение Чтобы Ни шагу назад Чтобы люди Не паниковали Не бросались в панику И шли И на смерть И Вынуждены были Потому что был приказ такой И шагу назад Что запомнилось Из встреч с населением Во время отступления Во время пребывания В прифронтовых Населенных пунктах Когда мы стояли в Орле И десант там взял немец Орел И мы Выбежали На окраину города Нас подобрала Какая-то Зенитная часть Нас накормили И отвезли За 60 км от города И мы там Видали Жители Конечно Люди были В панике В слезах Все Ну как Люди гибнут Все же Это внезапно Получилось Ну и Сидели мы Ждали Своего госпиталя На дороге Потому что Зенитные части Не могли нас Узять с собой Они поехали дальше А мы остались Вот на дороге Сидеть Уже Вечер был Темнота Вот Женщина вышла А рядом домики Жители жили Вышла женщина Раз посмотрела Потом вышла Второй раз Посмотрела Потом третий раз Уже совсем темнеет Она пришла И говорю Девочки Пойдемте Нас было человек Восемь примерно Пойдемте Говорит Ко мне Что ж вы будете Тут сидеть На дороге И нас приняла Хорошо Накормила Натварила Картошки Принесла Огурцов Накормила Уложила Спать И мы Спали у нее До утра А утром Опять пошли На дорогу Потому что Мы знали Что наши Должны Кто-нибудь Появиться Понимаете Госпитальные И вот Мы дождались Приехала Легковая машина И наше Командование Приехало Потом Стали тянуться Потихонечку Остальные И так Мы В общем Все собрались Кучечку Вот Ваши отношения К немецким Солдатам Какими Вы их Видели Когда Брали Витебск И И Там Были Сильные Бои От Подготовки Были Ужасные И Когда Были Сильные Бои Мы Не знали Куда Душу деть Вот И Уши Закрывали И Все Мы Делали Чтобы Нам Не Слыхать Помимо Всякого Страфа Еще Был Вот Этот Вот Знаете Вот Гул Самолетов Эти Артиллерийские Снаряды Летят Так Так Это Ужасно Было И Мы Там Значит Когда Взяли Город Витебск И Взяли Сорок Тысяч Военных Немцев И К нам Их Привезли В госпиталь А нам Некуда Ей девать Мы Отстроили Две Землянки Для Своих Раненых Отгородили Им Территорию И Там Они У нас Были Но Обвели Этот Корпус Ну Как Корпус Как Вам Колючей Проволокой Несколько Рядов Потому Что Это Ж Враг Наш Воюем Мы С ним Мы Боялись Все Их Но Они Есть Разные Немцы Они Нам Баню Построили В лесу Называли Русский Швестер Идешь С дежурства Русский Швестер Купаться Иди М Думаешь Пошел Ты Черт Матерь Только Вы Не Записывайте То Что Я Говорю Такие Слова Вот Видели Немца Видели Их Отношения И Они Выздоравливали Их Выписывали А куда Нам Об этом Не Говорили То Ли Их В плен Забирали То Ли Не Знали В составе Вражеской Армии Были Не Только Немцы Но И Румыны И 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 Мы Этих Не Видели А Вообще Как Вы Думаете С Кем Из Них Было Сложнее Воевать Как Ну Кто Из Пенгрифин Итальянцы Кто Был Более Сильным Врагом Как Вы Считаете Ну Ну Конечно Немец А Уже Там Я Не Знаю Как Вот Румыния Другие Страны Присоединялись Они Ведь Были У Немец Захватил Их Раньше И Францию И И Италию Всех Мелких Стран А потом Пошел На Советский Союз У Гитлера Был Такой План Чтобы Поработить Все Народы Чтобы Была Немецкая Раса Везде Я Так Понимаю А может Я неправильно Понимаю Ладно Давайте Дальше Приходилось Либо Во время Войны Слышать О Власовцах Да Приходилось Когда Мы Стояли Уже Взяли Витебск А у нас Было Свое Хозяйство У госпиталей Потому что У нас Машин Не было А были Лошадки А их Кормить Надо Было Чем-то И Вот Нас Обрали Посильнее Девчонок Повезли Хозяйственники На Лух Лух И Выделили Какая-то Не знаю Деревня И Нас Научили Косить Я Госуду Войны Не боялась У меня Отец Покойный Царство Небесное Он Мама Скажет Отец Положи Косу Чтоб Дети Она Сросло Пять Человек Детей Чтоб Дети Небесное Небесное Дети Небесное Нас Нас Капитан Научил Наш Хозяйственник И Косили Косили До Девяти Часов Утро Пока Роса Роса Спадает Косить Трудно Было Потому Что Косу Тянут Надо Сила А У нас Ей Почти Не Было Так А Про Власовцев Там Мы Когда Косили Мы Находили Эти Листовки Нас Нам Запрещали Читать Но Мы Все Равно Читали Они Призывали Против Советской Власти Власов Они Призывали Что Надо Всем Сдаваться У Плен Все А Мы Капитан Говорит Бросьте Эти Бумажки Соберет Все И Сожжет Не Читайте Говорит Ну Мы Не Понимали А Кто Такой Власов Черт Его Знал Мы Не Знали Говорите Я Наталья Давыдовна Белоног Сегодня 14 Сентября 2010 Года Вот Дальше Что Наталья Давыдовна Пожалуйста Вспомните Предвоенные Годы Был Ли У вас Ощущение Надвигающейся Войны Как Я Не Поняла Вспомните Предвоенные Годы Ощущали Вы Что Вот Вот Начнется Война Нет Конечно Нет Мы Держи Не Думали Мы Это Было Воскресенье А мы В субботу Ходили На танцы Танцевали Никакого Предположения Мы Не Знали Конечно Может Начальство И Знало Но Мы Ничего Не Знали И Вдруг В 4 Часа Утро 22 Июня Полетели Пули Полетели Снаряды Осколки И мы Не Знали Куда Бежать И Что Это Такой Оказывается Началась Вторая Мировая Война Напала На нас Гитлер Германия Вот Внезапно Молниеносно Вот Слышали ли вы Речь Молотова 22 Июня Да Слыхала Он Объявил Нам По Радио Что Началась Война Мы Я Жила На частной Квартире И Пошли С хозяйкой В баню Уже Собрались С силами Что В чем Дело Что Такое Люди Говорят Война Мы В баню Мы В эту В баню Не пошли Потому Что Вернулись Домой Все В слезах Война Началась Мы же Не знали Что Это Такое Вот И Все Были В шоке Вот Расскажите Нам Пожалуйста Как Вы Были Призваны В действующую Армию В действующую Армию Нам Когда Объявили Что По Радио Что Война Началась Нас Объявили По радио Что Явиться Всем На рабочие места Что Мы Сделали Явились Все На рабочие места И Нас Тут Звонки Были По телефону С военкомата Медработники Явиться В военкомат Мы Явились Нам Дали 40 минут Срок Собраться Иметь При себе Кружку Ложку И Ну Сменную Одежку Что Мы Сделали И Все И Пошли Мы На фронт В каких Сражениях Вам Пришлось Принимать Участие Да Все Время Всю Войну Кажем Мы Раненых Спасали Помимо Всего Что Мы Помогали Им Всячески Работы Было Очень Много И Помимо Всего Мы Еще Спасали Их Кого Критический Момент Мы У нас В госпитале Было Две Девчонки В которых Была Первая Группа Крови И Как Только Тяжело Больной Уже Можно Сказать Так Безнадежный К нам Бегут И Давайте Мы Ложились Беспрекословно И сдавали Им Сколько Могли Двести Двести Грамм Сто Грамм Сто Грамм Это Было Все Воем И Всю Войну Как Вы Считаете Что Для Фронтовиков Было Источником Мужества Как Как Что Для Фронтовиков Было Источником Мужества Было Для Фронтовиков Стойко Мужества Самоотверженность К Труду И Защищать Нашу Родину Потому Что Немец Напал На нас Внезапно И Мы Должны Были Спасать Нашу Родину То Есть Белоруссию Россию Все Нации Были Сплоченные Вот Воспитали Лежали Раненые Разные Нации И У нас Не было Различия Что Узбек Или Таджик Или Еврей Или Русский Украина Белорус Мы Относились Всегда Одинаков Ко всем С душой С любовью Чтобы Ему Помочь Как Воспринималось В начале Войны То Что Красной Армии Пришлось Отступать Я Думаю Так Красной Армии Пришлось Отступать Почему Потому Что Мы Были Во-первых Не готов К Войне Был Заключен Договор На Десять То На Двадцать Лет Я Уже Сейчас Не Помню О Нападении Германии С Советским Союзом И Это Выполнялось А Они Взяли И На Нас Внезапно Напали Вот И Расскажите Пожалуйста Про Битву За Москву Что Вы Знаете Что Вы Думаете Как Про Битву За Москву Расскажите Пожалуйста Наш Госпиталь Стоял Недалеко От Можайска Было Сильное Наступление Работ Работа Было Очень Много Бои Были Сильные Жесточенные И Немец Конечно Рвался Чтобы Сделать Парад 7 Ноября На площади Красной А наши Все Отбивались Но Благодаря Тому Что Прислали Войска Из Сибири Запасные И Был Немец Отброшен От Москвы Он Почти Дошел До Можайска Где Мы Участвовали В этих Боях Расскажите О своих Командирах Кто Из них Вам Может Больше Всего Запомнился Как Как Я Не Слышу На Ух Дочек Расскажите Пожалуйста Про Своих Командиров Может Быть Кто Вам Запомнился О Своих Командиров Мне Запомнился Ведущий Хирург Госпиталя Хлеб Иванович Он Сам Сибиряк Вернее С Урала Он Был Добрый Человек Молодой Еще Была Заведующей Отделением Анна Николаевна Пучкова Она Сама С Ленинграда Очень Хорошие Врачи А Из Командования Был Началь Я Уже Позабывала Фамилии Их Так вот Помню Вот О фамилии Позабывала Вот Глеб Ивановича Хорошо Помню И Анну Николаевну Хорошо Помню Врачи Очень Хорошие Были Замполит Был У нас В госпитале Партии Эти Комсомольские Капитан Был По Комсомолу Я же Комсомолка Была Вот Вот Что я могу Сказать А Эти Остальные Фамилии Позабывала На фронте Часто Складывалось Тяжелое Положение Как Удавалось Не падать Духом Поддерживать Воинскую Дисциплину Как Вы Считаете Воинскую Дисциплину Поддерживали Мы Все Мы На каждый Зол Как Нам Прикажут Шли Как Говорят В огонь И В воду Что Нам Скажут Мы Выполнили Беспредкословно Вот Что Я могу Сказать По Этому Поводу Как Вы Считаете Какую роль Прозвитие События Сиграл Приказ Наркома Обороны Номер 227 Ни шагу Назад Как 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 Какую роль В развитии Событий Сыграл Приказ Наркома Обороны Номер 227 Ни шагу Назад А это В 42 Году Было Да В 42 Году Потому Что Были Такие Случаи Что Наши Уходили С фронта Вот Поэтому Командование Приняло Решение Чтобы Ни шагу Назад Чтобы Люди Не Паниковали Не бросались У панику И шли И на смерть И Вынуждены Были Потому что Был приказ Такой И шагу Назад Что Запомнилось Из встреч С населением Во время Отступления Во время Пребывания В Принято При фронтовых Населенных Населенных Пунктах Понял Да Вопрос Или Повторите Повторите Что Запомнилось Из встреч С населением Во время Отступления И Во время Пребывания В прифронтовых Населенных Пунктах Когда Мы Стояли В Орле И Десантом Взял Немец Орел И Мы Выбежали На Краину Города Нас Подобрала Какая-то Зенитная Часть Нас Накормили И отвезли За 60 Км От города И Мы Там Увидали Жители Конечно Люди Были У паники В связах Все Ну как Люди Гибнут Все же Это Внезапно Получилось Ну и Сидели Мы Ждали Своего Госпиталя На дороге Потому что Зенитные Части Не могли Нас Взять С собой Они Поехали Дальше А мы Остались Вот На дороге Сидеть Уже Вечер Был Темнота Вот Женщина Вышла А рядом Домики Жители Жили Вышла Женщина Раз Посмотрела Потом Вышла Второй Раз Посмотрела Потом Третий Раз Совсем Темнеет Она Пришла И говорила Девочки Пойдемте Нас Было Человек Восемь Примерно Пойдемте Ко мне Что Будете Тут Сидеть На дороге И Нас Приняла Хорошо Накормила Натворила Картошки Принесла Огурцов Накормила Уложила Спать И мы Спали у нее До утра А утром Опять Пошли на дорогу Потому что Мы знали Что Наши Должны Кто Нибудь Появиться Понимаете Госпитальные И вот Мы Дождались Приехала Легковая Машина И Наше Командование Приехало Потом Стали Тянуться Потихонечку Остальные И так Мы В общем Все Собрались Кучечку Вот Ваше Отношение К немецким Солдатам Какими Вы Их Видели Когда Брали Витебск И Там Были Сильные Бои Отношения Были Ужасные И Когда Были Сильные Бои Мы Не знали Куда Душу Деть Вот И Уши Закрывали И Все Мы Делали Чтобы Нам Не Слыхать Помимо Всякого Страфа Еще Был Вот Этот Вот Знаете Воду Гул Самолетов Эти Артиллерийские Снаряды Летят Так Это Ужасно Было И Мы Там Значит Когда Взяли Город Витебск И Взяли 40 Тысяч Военных Немцев И К нам Их Привезли В госпиталь А Нам Некуда Ей Девать Мы Отстроили Две Землянки Для Своих Раненых Отгородили Им Территорию И Там Они У нас Были Но Обвели Этот Корпус Ну Как Корпус Как вам Сказать Где Они Жили Обвели Колючей Проволокой Несколько Рядов Потому Что Это Ж Враг Наш Воюем Мы С ним Мы Боялись Все Их Но Они Есть Разные Немцы Они Нам Баню Построили В лесу Называли Русский Швестер Идешь С дежурства Русский Швестер Купаться Иди Думаешь Пошел Ты Черт Мой Дерь Только Мне Не Записывайте То Что Я Вот Говорю Такие Слова Вот Видели Немца Видели Их Отношения И Они Выздоравливали Их Выписывали А куда Нам Об этом Не Говорили То Ли Их В плен Забирали То Ли Не Знали В составе Вражеской Армии Были Не Только Немцы Но И Румыны И 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 Мы Этих Не Видели А Вообще Как Вы Думаете С Кем Из них Было Сложнее Воевать Как Ну Кто Из Пенгрии Финн Итальянцы Кто Был Более Сильным Врагом Как Вы Считаете Ну Конечно Немец А Уже Там Я Не Знаю Как Вот Румыния Другие Страны Присоединялись Они Ведь Были У У них Как Говорится Немец Захватил Их Раньше И Францию И Эту И И Италию Всех Мелких Стран А потом Пошел На Советский Союз У У Уитлера Был Такой План Чтобы Поработить Все Народы Чтобы Была Немецкая Раса Везде Я Так Понимаю А может Я неправильно Понимаю Ладно Давайте Дальше Приходилось ли Вам Во время Войны Слышать О Власовцах Да Приходилось Когда Мы Стояли Уже Взяли Витебск А у нас Было Своё Хозяйство У госпиталя Потому что У нас Машин Не было А были Лошадки А их Кормить Надо было Чем-то И вот Нас Отобрали Посильнее Девчонок Повезли Хозяйственники На Лух Лух И Выделили Какая-то Не знаю Деревня И Нас Научили Косить Я Госуду Войны Не боялась У меня Отец Покойный Царство Небесное Он Мама Скажет Отец Положи Косу Чтоб Дети Она Сросло Пять Человек Детей Чтоб Дети Не дотронулись Это Коса Есть Коса А тут Пришлось Самой Косить Научилась И косить И дрова Рубить И Все Потому что Обстановка Составляла И Вот Мы Вставали В три Часа Утро Шли Косить Нас Было Пять Человек Косцов Девчонок Нас Капитан Научил Наш Хозяйственник И Мы Поняли Это Все И Косили Косили До Девяти Часов Утро Пока Роса Роса Как Спадает Уже Косить Трудно Было Потому что Косу Тянут Надо Сила А у Нас Ей Почти Не Было Так А Про Власовцев Там Мы Когда Косили Мы Находили Эти Листовки Нас Нам Запрещали Читать Но Мы Все Равно Читали Они Призывали Против Советской Власти Власов Они Призывали Что Надо Всем Сдаваться У Плен Все А А Мы Капитан Говорит Брось Эти Бумажки Соберет Все Их Сожжет Не Читайте Говорит Ну Мы Не Понимали А Кто Такой Власов Черт Его Знал Мы Ж Не Знали Соберем Соберем Продолжение следует...